Перед началом заседания Сергею Иванову, Валерию Черникову, а также инициативной группе «Депутатский корпус» были вручены грамоты за участие в ежегодной премии губернатора «Наша Подмосковья». На совете депутатов присутствовали глава Ленинского района, его заместители, начальники управления. Первым докладчиком выступила Татьяна Макушкина, начальник финансового управления. Она доложила об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 2015 год. «Жиджет в 2015 году сохранил свою устойчивость. Собственные доходы районного бюджета выполнены в объеме 101,5%. Долговые обязательства в 2015 году отсутствовали. Кредиторская и дебиторская просроченные задолженности отсутствовали. Задолженность носит текущий характер и ее удельный вес по отношению к общему расходному бюджету незначительный». Видновскому производственно-техническому объединению городского хозяйства были предоставлены льготы в виде освобождения от перечисления в бюджет района остатка платежей по доходам, отчасти прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. «По итогам 2014 года у ПТО городского хозяйства образовался положительный финансовый результат в значительном размере. Образовался этот положительный финансовый результат не в следствии успешной производственной деятельности, а в следствии проведения предприятием оптимизации системы налогоблажения и поиска налоговых резервов в виде доходов предприятия». Также на заседании был рассмотрен вопрос об утверждении единовременной платы за резервирование участков для создания семейных захоронений, превышающих размер бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения, на территории кладбищ, находящихся в ведении органа местного самоуправления Ленинского района. Заместитель начальника правового управления Галина Благодарящего рассказала о внесении изменений и дополнений в устав Ленинского района. Все решения были приняты большинством голосов.